Можно ли банкротиться самостоятельно без юриста и финансового управляющего? Кто он такой? Какие функции он будет осуществлять? Какие еще функции осуществляет финансовый управляющий? Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Наталья Катряева. Я являюсь арбитражным финансовым управляющим. Это обязательное лицо для проведения процедуры банкротства, в том числе и банкротства физического лица. В этом видео мне бы хотелось разобрать следующий вопрос. Можно ли банкротиться самостоятельно без юриста и финансового управляющего? Давайте разбираться по порядку. Первое. Что касается финансового управляющего. Участие в процедуре банкротства физического лица финансового управляющего является обязательным. В соответствии с пунктом 1 статьи 213.9 Федерального закона о несостоятельности банкротства номер 127 в редакции 2002 года. Следовательно, провести процедуру банкротства без финансового управляющего не представляется возможным. Если кандидатура финансового управляющего не будет утверждена в течение трех месяцев, то производства по делу прекращаются арбитражным судом. Какие полномочия у финансового управляющего в рамках проведения процедуры банкротства? Кто он такой? Какие функции он будет осуществлять? Соответственно, полномочия финансового управляющего также предусмотрены статьей 213.9 в части. И вообще, в общем, это Федеральным законом о несостоятельности банкротства полномочий предусмотрены. Какие из них я несколько озвучу, чтобы у вас возникло понимание, что управляющий является ключевым лицом при проведении процедуры банкротства. Финансовый управляющий, как только гражданин признан банкротом, делает публикации в печатном издании в газете «Коммерсант» о том, что гражданин признан несостоятельным. Публикация в ЕФРСБ «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве» Уведомляет кредиторов о том, что гражданин признан несостоятельным банкротом. Уведомляет госорганы о том, чтобы они представили информацию касаемо имущества гражданина. Ведет реестр требований кредиторов, так как требования предъявляются только в рамках процедуры банкротства, требования к гражданину. Финансовому управляющему предъявляется арбитражный суд, также предъявляются требования кредиторов. И на основании определения суда, судебного акта, финансовый управляющий включает в реестр требований кредиторов, который он ведет, требования кредитора. Какие еще функции осуществляет финансовый управляющий? Проводит финансовый анализ по гражданину, представляет кредиторам отчет раз в квартал, представляет суд заключительный отчет перед завершением процедуры. И еще ряд функций он исполняет. Что касается юриста, нужен ли юрист для возбуждения процедуры? Здесь уже самостоятельно гражданин принимает решение. Но я хочу отметить тот факт, что для возбуждения процедуры банкротства необходимо знать, понимать и изучить нормы закона о несостоятельности банкротства и уметь толковать его. Так как есть право на подачу заявлений в арбитражный суд, а есть обязанность. На те обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, обязаны вы их доказать. А также юрист обязан перед тем, как подавать заявление в арбитражный суд, проверить добросовестность гражданина при взятии исполнения обязательств. А действовал ли гражданин законно удостовериться в этом? А предоставил ли гражданин достоверные сведения при взятии обязательств? Тем самым юрист анализирует все документы, так как слова клиента, как правило, это одно, а по документам факты могут быть совершенно иными. И юрист еще до подачи заявлений в арбитражный суд исключать должен основания для неосвобождения гражданина от обязательств. Так как эти основания предусмотрены законом о несостоятельности банкротства. Пункт 4 статьи 213.28 Федерального закона о несостоятельности банкротства. Срезюмирую, нанимать юриста или нет, решать непосредственно гражданину. Однако, если вы хотите гарантий, если вы хотите точно положительного результата, и что в вашем случае без вашего участия все пройдет гладко, то я рекомендую все-таки обратиться к специалистам, к юристам в области банкротства. Именно в области банкротства, так как многие юристы, которые специализируются и на иных направлениях права, консультируют по банкротству. Глубоко закон они не знают, нормы толкуют неверно, так как закон о несостоятельности банкротства специфичен. Это связано с тем, что юристы просто распыляются на разные категории дел. Здесь я рекомендую обратиться исключительно к юристу, который компетентен и экспертен в узкой области, именно области несостоятельности банкротства. Тем самым вы можете получить дополнительные гарантии и быть уверены, что вы освободитесь полностью от обязательств, и что вы будете признаны банкротом. Если у вас остались какие-то вопросы касаемо юристов, да, как проверить, что юрист компетентен, или вопросы касаемо финансового управляющего, можете смело задавать их под этим видео. Также контакты находятся под этим видео. Если информация для вас была интересной и актуальной, подпишитесь на канал, поставьте «Мне нравится». Я больше буду записывать для своих подписчиков, для своих пользователей, кто смотрит мои видео, больше информации. До скорых встреч в новых видео! Субтитры подогнал «Симон»!